Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этот возраст, когда дети посещают детский сад, это самый восприимчивый возраст, когда дети впитывают любую информацию как губку. Это всё изучил... Извините, я не эксперт по дошкольному образованию, в отличие от господина Бебера, но я отец и дедушка. Я сам ходил в латышский детский садик, моя дочка ходила в латышский детский садик, и всё было замечательно. Но здесь надо учитывать очень важный момент, что кроме изучения языка как такового, будь то латышские дети в русских садиках или русские в латышских, происходит определённая ломка ментальности. Потому что ментальность различна. И знаете, когда в семье доминирует один язык, когда общая культура семьи — это несколько иная культура, построенная на другом языке и на других традициях, то здесь возникает определённая ломка характера, определённая ломка ментальности, что в психологической точке зрения вовсе не самое лучшее. — Но вы на себе это пережили? — Я скажу. Я, конечно, да. — Каким образом? — Знаете, вот когда прошла детско-садовская пора, моя дочка сказала, я... — То есть ваша дочка не хотела учиться с русскими в одной школе? — Да, да. Её же русская школа была неинтересна. Ну, хорошо, у нас семья достаточно толерантная, достаточно спокойная. Она пошла в русскую школу. Я ей сказал, что, знаешь, я не смогу тебе помогать в учёбе, консультироваться. Советовать и так далее и тому подобное. — Чисто практическими вещами взяли, да? — Да. Но дело в том, что для многих, и это я знаю тоже из жизни, это создаёт определённые психологические травмы в семье, внутри. Потому что возникает определённый барьер, когда дети стоят, как-то придерживаются других ориентиров, нежели родители. И возникает определённый психологический барьер на общение семейное, что очень важно. Потому что если в семье нет общения между старшим поколением и младшим поколением, возникают проблемы. — Хорошо, но то, о чём Вы говорите, это, насколько я понимаю, случай, когда, допустим, русские дети идут в латышский детский садик. — И наоборот. — И наоборот. А если, допустим, вот в русском детском садике преподавать билингвально или на латышском языке, там не будет такой вот этого смешения ментальности? — Вот поэтому я и говорю, что вот это вопрос к экспертам, которые занимаются теорией, практикой педагогики, дошкольного образования. Потому что, конечно, любое изучение языков в детском саду очень благотворно и очень благодарно. И, наверное, можно было бы использовать или билингвальную модель, или какую-то другую, просто углублённую в изучении языка. Потому что, ещё раз говорю, это самая благоприятная пора. — Хорошо, господин Вебер, давайте к вам перейдём. А задача всё-таки в чём? — Задача в том, чтобы дети, которые посещают детские садики, я имею в виду садики национальных меньшинств, в 5-летнем, 6-летнем возрасте, могли уже свободно говорить на латышском языке. — На ряду с своим родным языком. В настоящее время, значит, в садиках работают учителя латышеского языка. Рижская дума там тратит примерно 411 тысяч лат, почти полумиллиона лат. — Вот на латышских учителей. — Да. Они приходят там, значит, в трёхлетнем возрасте, это 12, 3 занятия в неделе, значит, по 12 минут. Там в четырёхлетнем возрасте немножко больше и так далее. Существенные результаты не достигаются таким путём. — Язык латышеский не осваивает. И во многом это потерянное время. — Хорошо, а что Вы предлагаете? — Вопрос, как дело поставить так, чтобы действительно уже на уровне, значит, дошкольного образования этот язык усвоить. — И как это можно сделать? — Ну, я думаю, что это возможно сделать. — Ну как? — Ну так, чтобы, значит, те сами люди, которые владеют латышским языком, работали в этих садиках не 12 минут в день, а, скажем, 3 часа, 2 часа. Я не знаю чёткое количество часов, которые должны отработать. — И, значит, и надо иметь в виду, что всё же в этом возрасте не надо учить языка. Это не учитель языка, а надо создавать обстановку, чтобы усвоить язык. Значит, в ходе игр, общение, надо, чтобы учитель, ну, заинтересовал детей, ну, почувствовать атмосферу языка и так далее, это подобное, да. Значит, какое количество часов надо, какое время из всего этого времени, которое ребёнок проводит в детском садике? Ну, я не скажу в настоящее время. Это, наверное, очевидно для экспертов разговор. — То есть Вы предлагаете что? — То, что вот этот приём, эта методика, которая, в принципе, это в Риге только, я думаю, может быть, в других садиках тоже усмотрение самоуправления, но это недостаточно. Надо увеличить это количество часов, я думаю, что это три, два-три часа каждый день надо создавать такую... — То есть, по сути, Вы что предлагаете? Делать садики билингвальными или перевести на латышский легче или как? — Ну, как, значит, что? Понимать под словом «билингвальное» значит, тогда... — Равноценно использование двух языков. — Одновременно, значит, в трёхлетнем возрасте учитель не может преподавать язык, пользуясь двумя языками одновременно. Чтобы естественно это проходило, надо просто, чтобы эти два-три часа там был только всё это, весь разговор на латышском языке. Остальное время, конечно, это уже, если это детский сад на польском, на русском, еврейском... — То есть, Вы предлагаете, чтобы с утра детский сад был латышским, а после обеда русским? — И, значит, в целом, конечно, это билингвальный детский сад, но не в том смысле, как в начальной школе, скажем, где учитель одновременно пользуется и тем, и тем языком. Потому что ни один ребёнок естественным образом таким путём язык не осваивает. — Хорошо. Господин Долгополов, на Ваш взгляд, может ребёнок освоить язык естественным путём, если вот он с утра разговаривает по-латышски, а после обеда по-русски? — Видите, как важно чётко формулировать свою мысль. Если бы эта идея была сформулирована так, как это прозвучало в заявлениях той же фракции Единства в Рижской Думе, наверное, это тема для обсуждения, конечно. Это может быть утреннее, это может быть вечернее, это может быть увеличение часов, это может быть изменение методики образования в детском саду, да? Это вопрос дискуссии, потому что это то, о чём я сказал с самого начала. Я и, думаю, мои коллеги тоже двумя руками за то, чтобы дети знали как можно больше языков и как можно раньше. И, конечно, государственный язык прежде всего. Поэтому это нормальное явление. Но для этого нужно чётко составить задачу. Тот коллега в парламенте, господин Дзинтерс, насколько я понимаю, придерживается нескольной точки зрения. Или не очень точно он украл эту идею у Единства, или Единства не очень точно подали материал для его воровства. Потому что речь шла не о том, чтобы ввести элементы билингвализма или там усиленные, ускоренные, какое угодно изучение латышского языка. Речь шла о том, что у нас должно быть образование только на одном языке. Однозначно. Так была поставлена задача. Поэтому такой подход абсолютно неприемлем. А вот дискуссия об углублённом изучении языка бесспорно должна быть. Потому что здесь есть определённые риски, кстати говоря, для латышских детей. Потому что если при равных пропорциях, и вот именно в силу того, о чём я упомянул, насчёт разной ментальности, побеждает всегда тот язык, который более активен. Это и дворовая практика показывает, и школьная практика показывает. Поэтому тут есть определённая угроза и для носителей латышского языка. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. У нас есть звонок. Здравствуйте. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Вы знаете, довольно важно сегодня слушать в эфире вот эти беседы. Днём была представительница из фонда интеграции, вот сегодняшний ваш вечерний гость. Вы знаете, все эти беседы, всё говорит о том, что только сейчас, когда жареный петух в одно место клюнул, в общем-то, ну, вот ИШИ обобщаю как бы, да, упрощают это явление, взялись за мысль, что своему языку надо учить. За 20 лет никто не сделал программу для обучения детей, взрослых, подростков. За 20 лет никто не подготовил преподавателей. За 20 лет не сделано ничего. Так вот, уважаемый гость программы сегодняшней, вы можете назвать фамилии тех людей, которые виноваты в том, что сегодня латышскому языку латыши нас, русских, научить не могут? Спасибо. Спасибо. Это, видимо, мне кажется, этот вопрос был господином выбросу больше. Действительно, а где же вы были 20 лет от предыдущих? Почему же не звучало этих предложений? Почему действительно до сих пор такая проблема возникает? Того, что люди, в том числе молодёжь, некоторые не говорят на латышском языке, русскоязычное. Значит, о чём мы говорим? Разве ничего не произошло на уровне начальной школы? Разве ничего не произошло? Вы тоже имеете в виду, что ничего не произошло в средней школе? Ничего не произошло на уровне высшей школы? Ничего не изменилось? Ну а почему с детскими садиками ничего не произошло? Вот это вопрос, конечно. А вот радиослушатель попросил назвать имена. Кто виноват? Значит, когда занимались школьными делами, очевидно, я могу пояснить именно так, когда занимались школьными делами, и это не так уж легко складывалось всё это, да, как-то детские садики действительно выпали из общего какого-то, ну, внимания. И то, что мы надеялись, что вот учителя, которые теперь работают в детских садиках, смеют, ну, добиться определённых результатов, это, это, эти, это... У нас пока и нет таких обобщённых результатов, это тоже многое, что показывает. Я звонил в детский садик и говорил с учителями, значит, разные предложения высказывают, и даже критические, значит, очень многие замечания, но, конечно, общий вывод такой, что, ну, недостаточно подготовленный. Мы упускаем этот возраст, когда язык осваивает легче, нежели после этого, когда надо специально учить уже, ну, какими-то методами обучения. А здесь дети свободно, спокойно. Многие семьи поддерживают, конечно, многие семьи посылают своих детей в латышский детский садик из-за этого, чтобы освоить язык. И надо согласиться, конечно, что это упущение. — Господин Долгополов, вот вопрос к вам. Ваш коллега или оппонент, можно сказать, говорит о том, что тяжело протекала вот эта школьная реформа, когда билингвальное обучение вводилось. А почему оно так тяжело протекало? — По очень простой причине, потому что мы сначала начинаем что-то делать, а потом начинаем думать. Вот когда господин Веберс говорит о том, что детскими садами никто не занимался, были специальные поправки к закону об образовании, которые предусмотрели, скажем, что в детских садах в одночасье, опять же, все воспитатели должны иметь высшее педагогическое образование. Это была большая трагедия, кстати говоря, потому что очень многие люди на ту маленькую зарплату, в жирные годы, работать не очень хотели там, и там работали энтузиасты, которые любили детей, любили свое дело. И когда бы возникла такая норма в законе, это не мы ее придумали. Она была принята как забота о подрастающем поколении. В идеале, возможно, это хорошо. В идеале. Но для того, чтобы этот идеал обеспечить и достиг чего-то в природе, для этого требуется большой и серьезный подготовительный период, начиная с изучения, состояния, о чем господин Веберс только что сказал. Хорошо бы сначала, прежде чем испытывать это все дело на детях и на педагогах, ну, если уж мы говорим о больших вещах, может быть, на кроликах сначала попробовать, а потом уже на людях экспериментировать. Белорусное образование? Нельзя, да нет. Извините, я слегка утрирую. Я вообще говорю о том, что, в принципе, прежде чем что-то делать, надо взвешивать все возможные риски, последствия и преимущества, преференции, которые вы получаете. А если мы сначала делаем в угоду конъюнктуре или в политическом моменту, или какому еще, или предстоящим выборам, или бог его знает, чего еще, в таком случае не можно ожидать нормального результата. Хорошо, но все-таки почему школьная реформа так тяжело протекала? Потому что, понимаете, любая реформа, которая затрагивает... Теперь это вроде как плюс получается, что говорят там дети... Нет, реформа была задумана не так, как она проходила и не так, как она прошла. Реформа была задумана в совсем другом направлении. Это примерно то, о чем, какие инициативы прозвучали совсем не так давно в преддверии референдума. Все, хватит за счет средств налогоплательщиков содержать школу национальных меньшинств. У нас есть даже одно образование, и оно должно быть таким, как Германия, Франция и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос именно в этом и состоит. Реформа шла трудно, потому что она не воспринималась теми, на кого она была рассчитана. И она не была продумана теми, кто ее проводил. Хорошо, а что дает вам основание думать, что вот если садики сейчас переводить на такой вот полубилингвальный или билингвальный формат, что это не будет воспринято в штыки? Может быть воспринято в штыки, потому что еще раз хочу сказать, что это делается ради людей. Люди — это и есть тот субъект, на кого рассчитаны все эти реформы и нововведения. Поэтому прежде всего надо их спросить, а что они думают об этом, как они видят эту модель, даже если они не являются специалистами в области образования. Это их дети. Это их деньги, которые они платят за то, чтобы дети содержались в муниципальных детских садах. Поэтому они являются главным заказчиком всего этого дела. — Готовин Вабер, с родителями вы уже пообщаться успели. Я понимаю, что вы успели сделать заявление в смысле фракции «Единство» в Рижской Думе. У вас уже началась какая-то дискуссия между собой. Вот у родителей спросили, чего они хотят от садиков, русских родителей? — Я знаю из опыта собственного, что многие семьи хотят, чтобы дети получили образование и могли усвоить язык фракции уже до школы. — Довольно распространенное мнение. Довольно. Я уверен, если мы сделали, скажем, такое исследование, исследование этого вопроса, то мы получили довольно убедительную поддержку. Все начинается, все трудности начинаются тогда, когда мы говорим именно о каких-то пропорциях, когда мы начинаем о деталях говорить. Тогда мнения очень разные, такие, как «я не согласен», значит, с мнением, что, скажем, когда проходила реформа 60 на 40, что это неясные уже предложения были. — Сначала она была 100 на 0, а не 60 на 40. — А уже как-то даже в течение двух лет очень большие споры проходили, что это не соответствующее с пропорцией неприимными, неприимными, значит, и жизнь показала, что дает довольно хорошие результаты. И, кроме того, никто из учеников, скажем, этих школ не теряет свою национальную идентичность. — Вам не кажется, что сейчас существует некая проблема диалога? Она существовала, и когда реализовывалась пресловутая реформа 2004, когда действительно сначала речь шла о том, что рассматривается вообще возможность полного перевода школ на латышский язык обучения, потом была придумана, и, может быть, в качестве компромисса достигнута эта пресловутая пропорция 60 на 40, сейчас снова мы слышим такую же риторику. Единство выступило с заявлением о том, что необходимо рассмотреть возможность полного перевода детских садов на латышский язык обучения. Сейчас в ходе эфира мы выясняем, что единого мнения вашей фракции нет, и, возможно, сейчас уже рассматривается какая-то пропорция. — Не наступаем ли на те же грабли в плане какой-то коммуникации между органами власти и теми же родителями русских детей? — Я могу повторить то, что, конечно, у нас разные мнения обсуждаются, да, разные варианты. Билингвальное обучение тоже очень разное. Там столько вариантов. Как каждый понимает, это билингвальное обучение очень по-своему. Значит, и эти мнения существуют. Как я уже говорил вначале, мы не пришли к единому мнению в дискуссию по этому поводу. Я представляю свое понимание в данном случае. Я хочу и думаю, что надо упор делать на конкретную цель или задачи, как мой коллега говорит. И цель такова, чтобы добиться ситуации, чтобы дети усвоили латышский язык уже за годы дошкольного образования. Так что, прежде всего, надо принять решение, как это было, скажем, с теми же пенсионерами. Обрезали пенсии. Потом выяснилось, что это не совсем точно, и Конституционный суд отменил. Теперь здесь то же самое. То же самое было с реформой. Но в тот раз авторами были не единства. Но последние вещи, это все из того же самого духа проистекает. Ну что ж, продолжим обсуждать эту тему в следующем получасе. Сейчас прервемся на новости, но скоро обязательно вернемся. Не переключайтесь. Это программа «Войск контроль». В студии Оксана Антоненко. Добрый вечер. И Вадим Родионов. Звукорежиссер Константин Рост. У нас сегодня 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Дискутируем сегодня о ситуации с детскими садами и об инициативе, которая прозвучала со стороны фракции блока «Единство» в Рижской думе, о том, что необходимо рассмотреть возможность перевода всех детских садов в стране на латышский язык обучения. И в гостях у нас Сергей Долгополов, депутат. Добрый вечер. Сэйма и бывший вице-мэр Риги. И Элмарс, выборс-депутат Рижской думы от «Единства». Ну а сейчас у нас на прямой телефонной связи Бронислав Зельцерман, научный руководитель педагогического центра «Эксперимент». И сейчас выслушаем его экспертную оценку по поводу того, что сейчас происходит. Добрый вечер, слышите ли у нас? Добрый вечер, слышу. Как оцениваете инициативу правящего блока «Единство», которая была озвучена в средствах массовой информации, о том, что необходимо начать дискуссию о переводе всех детских садов в стране на латышский язык обучения? Ну, если с точки зрения обывателя, то это очередная дурь. А если с точки зрения науки, то это непродуманный и непрофессиональный шаг. Ну, а насколько, на Ваш взгляд, он реален? Насколько серьезно, так скажем, намерение правящих партий? Ну, я не знаю про намерение правящих партий. Как Вы чувствуете, может быть? Я давно считаю, что они осуществляют попытки и пробы, насколько мы поддадимся, но я думаю, что это в очередной раз, да, очередной неудачный их шаг, и они получат от всех родителей достаточно четкий ответ. Ну, не только от родителей, а от родителей как заказчиков образования. Они получат ответ совершенно однозначный от специалистов, от профессионалов, от работников детских садов. Единственное, мне хотелось бы, чтобы в отличие от проблемы школ, когда она решалась, обращались к нам, к заказчикам образования, а не к тем, кто заинтересован в ассимиляции. — Давайте с педагогической точки зрения, может быть, рассмотрим этот вопрос. На Ваш взгляд, чем чревато и чревато ли для детей, если изменится язык обучения? Ну, скажем, если русские дети будут учиться на латышском языке, начиная с малых лет, с детсадовского возраста? — Вадим, такие исследования проводились. Мы имеем данные, к сожалению, да, в последние годы нам не давали исследовать это как следует. Вот, однако, то, что мы своими силами исследуем, да, мы можем однозначно сказать, что однозначно идёт ухудшение, или по-разному это называется, да, снижение уровня образования наших детей. И это, да, значение снижения безусловное. — Это Вы о чём говорите? О школах? — Нет, это я говорю. Дело в том, что у меня в центре дети приходят в годы три месяца и до школы, а потом в школу. Это я могу говорить и про дошкольников, и про детский сад, и про школу. Везде, где осуществляется вот такой вот подход, о котором пытаются наши, так сказать, правящие говорить или предлагать, да, везде заканчивается в среднем одинаковым ухудшением качества образования. — То есть, насколько я понимаю, Вы говорите о том, что если, допустим, русских детей учить на латышском языке, то учиться они будут однозначно хуже. — В среднем — да. — Хорошо, но если говорить не о переводе полном русских детских садов на латышский язык, а, скажем так, о билингвальном варианте, вот то, о чём мы сегодня говорили. Ну, допустим, там с утра на латышском, после обеда на русском. — Безобразие, да. — Почему безобразие? — Ну, это психолого-педагогическое безобразие. Дело в том, что в науке, в психолого-педагогической науке известно, что вначале ребёнок должен овладеть языком матери или языком семьи. После этого можете начинать. Один, два, три. У Бунина было 15 или 17 языков. Наш опыт или мой опыт, который приближается, я боюсь эту цифру назвать, да, работы в образовании, показывает, что в нашей родной республике можно, не меняя ничего в системе образования, только за счёт улучшения качества преподавания латышского языка, обеспечивать знание латышского языка на самом высоком уровне. Конечно, это будет не абсолютный язык, да, как родной, но к 12 классу мои ученики прекрасно владеют латышским языком. — Так ведь наши политики говорят о том, что, может быть, в детском саду стоит начинать учить и разговаривать с ребёнком на латышском языке для того, чтобы в школе он уже на нём говорил спокойно, свободно, и мог осваивать какие-то предметы на латышском языке. — Не надо осваивать никакие предметы на латышском языке. На латышском языке надо осваивать латышский язык, культуру, да, и... — Литературу? — Да-да-да, не, конечно, конечно. Я имею в виду латышский язык, латышскую литературу, латышскую историю, и всё. И ребята будут прекрасно владеть языком, и будут билингвалы, да, если будут ещё одна хорошая, качественная подготовка учителей латышского языка от детского сада до высшего учебного заведения. — Спасибо. — Спасибо. Напомним, что на прямой телефонной связи с нашей студией был Бронислав Зальцерман, научный руководитель педагогического центра «Эксперимент». — Господин Вебер, вот что на это скажете? Вот человек наш, эксперт, скажем так, считает, что нельзя детей всё-таки учить на двух языках в детском саду. — Ну, мировой опыт показывает, что такое обучение очень популярно во многих странах. В Канаде, в Каталонии, скажем, даже и в Австралии. Разные методы пользуются, и результаты очень хорошие. Ребёнок 21 века и 20-го, в том числе и 19-го, свободно может усвоить два языка, своего родного языка и, скажем, в данном случае языка латышского, без какого-то ущерба, а наоборот. Это способствует увеличению интеллекта, развитию ребёнка. И, значит, результаты централизованных результатов экзаменов, да, показывают, что после того, как изменились эти пропорции в школах русского языка обучения, результаты даже лучше, чем в латышеских школах, там какие-то сдвиги произошли. — То есть, Вы говорите, что после школьной реформы русские дети начали лучше усваивать физику, математику и так далее, да? — Нет, я говорю, что результаты централизованных экзаменов не показывают, что ухудшается качество образования. — А не получается ли у нас, что у нас, в общем-то... — Но мы говорим о детских садиках сегодня. — Ну, вообще, если поговорить об образовании, не получается ли, во всяком случае, со стороны можно иногда сделать такой вывод, что всё брошено на алтарь изучения латышского языка, остальное как бы идёт каким-то фоном? Вот Вам не кажется, что есть некая такая доминирующая сторона, которая перекрывает всё остальное? — Здесь, наверное, абсолютно прав в том, что проблема в качестве преподавания и, соответственно, в качестве преподавателей, да? Дело в том, что то, о чём говорит господин Веберш в 19-20 веке, там, многие знали по 10-15 языков, как правило, и очень часто это бывало результаты индивидуального образования. Были так называемые бонны, которые владели разными языками, учили детей из богатых семей навыкам и знаниям языков. В массовом понимании, а всё-таки детские сады и школы — это массовое явление, массовая культура и массовое образование, да? Такого индивидуального подхода, обеспечить такой индивидуальный подход сложнее. Поэтому задача стоит, государство прежде всего, в том, чтобы дать возможность учителям постоянно работать над собой и повышать свою квалификацию. Потому что в учителе проблема образования детей. — Так, господин Долгополов, вы за что? За то, чтобы садики стали билингвальными или за то, чтобы поработать над учителем? — Я за то, чтобы торжествовал здравый смысл. — Вот на практике это что значит? — Когда вы приводите ребёнка в детский сад, когда он ещё плохо говорит на своём родном языке, ему действительно надо сначала освоить свой родной язык, свою родную культуру, чтобы он дома маму понимал и папу слушался. Я уж не говорю о дедушках, каковым я являюсь. А то, что может быть дополнительная нагрузка на изучение других языков, я не думаю, что это большой грех, если бы это дело было поставлено на хорошую ногу в детских садах. — Господин Вебер. — Мы говорим о том, о чём я говорил. Начинается с трёхлетнего возраста. Значит, это уже возраст, когда свой родной язык усвоил и разговаривает ребёнок. Значит, уже так называемый первый язык, первый домашний язык, родной язык уже освоен. — То есть билингвайные садики с трёхлетнего возраста? — Это очень существенно. — Правда. — И, кроме того, я знаю, ну, если о чём, какие цели мы ставим, значит, я знаю страны, где, если ставят какие-то политические цели, ну, скажем, сегрегацию сохранять хотят, скажем, турки в Баварии изучают только, и это поддерживает местная, значит, власть, изучают только турецкий язык. И только один, какие-то, значит, предмет немецкий, как предмет немецкий язык. Курды, шведцы — то же самое. Значит, ну, это определённая цель ставится. — У меня болит душа за курдов, но у меня больше болит душа за наших детей, за латвийских детей. — Я лишь пример. — Я понимаю, да, но я хочу сказать о другом. Понимаете, вот самое печальное во всём этом деле состоит в том, что вот в эту, ну, скажем, прямо не очень спокойную постреферендовскую ситуацию выбрасываются вот подобного рода идеи, без особой подготовки, без особого осмысления всего этого дела. — Это, естественно, будоражность общества, потому что это уже воспринимается не как попытка что-то улучшить, а как попытка ответной реакции. — А чем это, на ваш взгляд, является? Это всё-таки вот мы вам покажем после референдума или это как-то степенное стремление сделать лучше? — Даже в силу того, что мы сейчас все, наши радиослушатели, услышали, видно, что это, в принципе, не есть продуманный проект, который просчитан, изучен, обследован и так далее. Это идея вброшенная. Идея вброшенная в общество. Идея, может быть, бросаться любая, но надо учитывать, что в раскалённую обстановку, которая царит сегодня, такого рода идеи я бы постерёгся. — Хорошо. Ещё один интересный момент, который хотелось бы затронуть, это кадры. И, на ваш взгляд, если всё-таки реализовывать какую-то модель, либо билингвальную, либо полного перевода на латышский язык обучения, вот кто бы смог преподавать? Те русские, которые выучили латышский язык? Или должны быть исключительно латыши, поскольку они говорят без акцента, и тогда дети, может быть, лучше усваивают? Как вы видите именно кадровый момент? — Конечно, это зависит от того, какую методику мы выбираем. — Я думаю, что если, как я говорил, с трёхлетнего возраста, 2-3-4 часа на латышском языке должны дать возможность освоить язык ребёнку, не учить, а дать возможность человеку, который работает в группе, должен совершенство знать латышский язык. Если он будет с ошибками говорить, так как учителя в начальной школе, иногда школьники лучше знают латышский язык, чем учителя, значит, тогда этот ребёнок усвоит язык со всеми этими ошибками и разными, ну, такого рода проблемы будет проводить ребёнка или молодого человека. Всю остальную жизнь, да. Он должен освоить язык правильно. Значит, высоко подготовленные специалисты должны работать, по-моему, да. — Хорошо. Время подходит нашу программу, к сожалению, к концу. Буквально по 10 секунд подведём итог этой программы. На ваш взгляд, господин Долгополов, какая модель вам на данном этапе видится наиболее оптимальной, какую вы лично предложили бы для реализации задуманного? — Ну, и, соответственно, такой же вопрос, господин Долгополов, к вам. Ну, давайте, наверное, начнем с 10 секунд. — Ну, я, значит, повторю то же самое, с чем я начал. Я думаю, что основная задача — создавать условия, чтобы в детских садиках, национальных меньшинств, значит, дети могли усвоить латышский язык уже в возрасте трёхлетнего... — С трёх лет. — С трёх лет и, значит, шестилетнего возраста, чтобы, ну, почти полностью все дети говорили, конечно, в соответствии с своими способностями, но владели латышским языком. — Хорошо. Господин Долгополов, 10 секунд. — 10 секунд, буквально. Я считаю, что эту проблему нужно было бы сейчас спрятать в дальний ящик, прежде чем выносить на публичное обсуждение, и заняться изучением. — Вариантов, моделей и всего остального. И только потом предлагать что-то обществу и что-то публике. Последнее, что я хочу сказать. А вот что нужно было бы сделать сегодня — это серьёзно задуматься о зарплате работников детских дошкольных учреждений для того, чтобы улучшить качественный состав людей, которые там работают, и помочь тем энтузиастам, которые там сегодня есть, чтобы они могли выжить в этих сложных условиях. Спасибо. — Это была программа «Войск-контроль». Кто из наших гостей его сегодня прошёл? Илман Веберс или Сергей Долгополов? Судить вам, нашим радиослушателям. Ну а мы, Оксана Антоненко и Вадим Родионов с вами прощаемся. До завтра. Завтра встретимся в программе «Вопрос с пристрастием». Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Вопрос с пристрастием» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok